Если ваш шуруповёрт отказывается работать или очень быстро разряжается после зарядки и работает не на полную мощность, я покажу как разобрать и проверить аккумуляторы, а также произвести их замену. Буду показывать на примере своего шуруповёрта Makita. Оба аккумуляторных блока прослужили достаточно долго и поэтому их нужно либо заменить, либо заменить в них аккумуляторы. Если покупать новый блок, он обойдётся пол стоимости шуруповёрта. Даже больше. Поэтому можно заказать в Китае по цене гораздо ниже и почти в два раза больше ёмкости. Либо если вы умеете держать в руках паяльник, заказать аккумуляторы и их спаять. Так получится ещё дешевле. Кроме того, вы сами сможете выбрать желаемую ёмкость аккумуляторов и после того, как их получите, эту ёмкость проверить. Я решил проверить все аккумуляторы в блоках. Выбросить негодно и сформировать из восьми, которые лучшие по своим характеристикам, один блок. Во второй блок я заказал аккумуляторы из Китая. Для извлечения аккумуляторов нужно поддеть две клеммы. Лучше всего это сделать с помощью шила. Вот так спаяны аккумуляторы между собой. Ранее я уже проводил тесты с этими аккумуляторами, поэтому они все в пометках. Сейчас мне нужно определить вышедшие со строя аккумуляторы. До того, как разобрать блок, я произвёл его зарядку. Теперь на каждом из аккумуляторов нужно измерить напряжение. Но здесь есть нюанс. Замерять напряжение нужно под нагрузкой. Только так можно выявить, какая есть просадка по напряжению у каждого из аккумуляторов. Для этого я буду использовать вот такую плату нагрузки. Это два сопротивления по 5 Ом. Подключенные параллельно в сумме они дают 2,5 Ома. Для теста не обязательно иметь такую плату. Достаточно взять один мощный резистор. Причём чем меньше их будет сопротивления, тем лучше. И подключить его между щупами. Измеряя каждый элемент, я записываю его напряжение. По-моему, дохлый. Вообще ничего не показывает. В общем, напряжение семи аккумуляторов составило от 1,33 до 1,35 В. Один вообще ничего не показал. После того, как прошло полчаса после зарядки, проверяем саморазряд каждого из элементов. Ну и, естественно, записываем показания для сравнения. После этого теста, получается, что нужно заменить только один аккумулятор. Именно этот элемент мешает заряжаться всем остальным. Аналогичным образом, я также протестировал второй блок. В нём также оказался только один неработоспособный аккумулятор. Поэтому я решил из тех аккумуляторов, которые я заказал в Китае, а я их заказал 10 штук, взять два. Как раз по одному на каждый блок. Ну и ещё 8 останется в запасе. Как раз будет комплект в случае, если станут выходить из строя уже поюзанные аккумуляторы. Тогда ничего не буду перепаивать, просто соберу один блок из этих восьми. По поводу аккумуляторов, которые я заказал, я выкладывал фотки с ёмкостью одного из них на своём канале в сообществе и в своём телеграм-канале. Практически на 100 Ач больше, чем номинал аккумулятора. Супер! Ссылку на магазин, в котором я их покупал, выложу под этим роликом. Теперь достаем негодный и впаиваем новый. Стараюсь как можно меньше повредить перемычку, поэтому отрываю её аккуратно. Всё-таки она ещё понадобится, в отличие от аккумулятора. Аккумуляторы, которые я заказал, уже идут с приваренными перемычками. Как известно, никель-кадмиевые аккумуляторы паять нельзя, поэтому для их спаивания и нужны эти перемычки. Ставим аккумулятор, соблюдая полярность. Я подложу в месте пайки кусочек картона для теплоизоляции. Ну и теперь паяем. Тебе острые элементы. Тебе острые элементы. Но потом я перейдёмся. С обратной стороны я также подкладываю для теплоизоляции картон. Паяем. В общем, вот как у меня получилось. Проклеиваем швы для того, чтобы аккумуляторы располагались плотно друг к другу и во время работы не дребезжали. Упакуем. В принципе, ничего сложного, как вы видите, нет. Ну и крышка, которую прикручиваем тремя болтами. Включаем зарядное устройство и заряжаем. Зарядка шла намного дольше, чем обычно. Это говорит о том, что старые блоки еще можно поюзать. Вот таким способом можно восстановить аккумулятор шуруповерта, при этом сэкономив на покупке нового. Если вам понравилось и помогло это видео, отблагодарите меня подпиской на мой канал и лайком. Удачи, друзья!